всем привет сегодня одна из самых топовых электродосок бюджетного сегмента по соотношению цена качество и комфорт кайф и это armaboard джем 2 я катался на разных электродосках но так вышло что дарма я добрался только сейчас да знаю что с моей стороны это опрометчиво так как арма один из самых топовых бордов среди своего сегмента но прежде чем я расскажу о нем более подробно давайте я поделюсь своим впечатлением ведь я на нем уже прокатился и вот видео я прокатился и сразу мои первые впечатления больше всего конечно меня радует вот это вот ручка то есть когда спускаешься в метро на эскалаторе там много народу ты прижимаешь скейт к себе можно зацепить об наждак любимой кофте и либо куртку замарать в пыли ты же катаешься наждак соответственно будет в пыли такое себе так ты взял на ручку понес удобно круто вообще хорошо далее плавно набирает скорость и плавно тормозит тормоза это вообще тоже отдельный такой разговор потому что в некоторых электробордах тормоз очень плохо срабатывает он либо очень резкий либо вообще не как будто будет он тормозит очень прям долго не то что плавно именно долго тут же прям вот идеальная стабильность прям хорошо тормозит и хорошо разгоняет прям устраивает как-то так когда ты катаешься в месте где много людей например в парке там как правило всегда хороший асфальт который вполне подходит для катания и это радует ну и людей многовато и конечно же всегда кто-нибудь подходит и первое что спрашивает о это что электроскейт а какая у него скорость так вот максимальная скорость у данного борда 40 километров в час ну по крайней мере такую скорость заявляет производитель самое время обсудить этот нашумевший скейт более подробно пожалуй стоит начать с того что это одна из первых электродосок в данном ценовом сегменте который создала некий бум на российской мечели если можно так выразиться то есть понятно что да она была не первой электродоской на рынке но почему-то именно после нее обзоров на электроскейты стало значительно больше многие райдеры были впечатлены как техническими характеристиками так и визуальной составляющей стороной этого скейт у борда качественная подвеска из двух бушингов с каждой стороны у маневренный легкий и довольно быстро набирает скорость гибкая прочная дека и 7 слоев клёна плюс 2 слоя бамбука наш дак не дается скальзывать кидосом с доски во время катания и надо сказать он хорошо справляется со своей задачей со стороны скейт похож вообще на обычный борт и даже вес у него все 8 килограмм частенько бывает что 12 но тут 8 но чтобы эти цифры закрепить за ним сейчас я его взвешу его вес 8 килограмм 200 грамм на самом деле это и правда небольшой вес для электро онкборда с его литий-ион аккумулятора в емкости 64 ампер часа вольтажом 36 вольт на нем можно проехать 25 километров так заявляют производители но конечно не нужно забывать что на этот показатель могут повлиять погодные условия вес райдера рельеф дороги и средняя скорость на которой вы будете кататься ну и конечно заряжается он всего за два часа можно кинуть с собой в рюкзак зарядку и во время катания где-нибудь по пути заскочить в кофейню на чашечку кофе самому подзарядиться и борт зарядить за одно тоже но если так случилось что он все-таки разрядился на крайняк можно взять его в руки а чтобы было более удобно и унести компания арма сделали здесь ручку при покупке обычно многие смотрят на его мощности дизайн но блин ручка это сто процентов очень удобная штука особенно когда нужно пройти ни один подземный переход еще и по пути обязательно встретиться эскалаторы не очень удобно будет держать его в руках прижимая к себе а так взял за ручку и несешь спокойно максимальная нагрузка здесь 150 килограмм мой вес 85 это то есть почти два меня могут ехать тут это нереально крутой показатель для такого легкого серфа борт приводится в движение с помощью двух мотор-колес каждый движок по 500 ватт с помощью этих движков и вращаются колеса борда такой тип привода менее шумный чем временной лично для меня это плюс в комплектацию к этому борду производители положили светодиодный фонарь с встроенным аккумулятором можно прикрепить его на заднюю часть деки включать его в вечернее время и вас будет видно издалека прикольная дополнительная штука имеет место быть тут установлены жесткие колеса диаметром 90 миллиметров они отлично подходят для дороги с ровным покрытием но я конечно погонял на них уже и по плиткам эксперимента ради и надо сказать вполне нормально они едут если нужно где-то сократить дорогу то вполне норм ну чтобы прямо кататься в удовольствие нужно выбирать все-таки ровный асфальт аккумулятор и плата управления защищены алюминиевым корпусом это хорошо потому что бывает защита из пластикового корпуса очевидно что корпус из алюминия надежнее и крепче также контроллер оснащен дисплеем отображающим уровень заряда батареи и вольтаж нажимаешь вот на эту кнопку и можно увидеть сколько процентов заряда осталось довольно удобная функция а это пульт дистанционного управления с помощью вы управляете скоростью борда что конкретно мне нравится в этом пульте что здесь есть виброотклик то есть когда ты гоняешь катаешься ты не знаешь когда скейт разрядиться и тут как бы поступает вибрация в руку так можно выразиться ты сразу понимаешь все надо закругляться с катанием и направляешься в сторону либо метро либо катишься до тачки здесь три скоростных режима езды медленный это скейт разгоняется до 20 километров в час средний до 30 километров и быстрые до 40 сверху пульта расположено колесо газа и тормоза прокрутила вверх скейт поехал вперед прокрутил вниз скейт остановился колесо очень чувствительно она реагирует на малейшее прокручивание поэтому даже на первой скорости новичкам стоит быть внимательны скейт резко стартует и динамично развивает скорость без каски и щитков его скорость тестить не стоит что по влагозащите на данном скейте и уровень и 54 то есть да борт защищен от пыли от мелких брызг но давайте все-таки без фанатизма кататься под дождем я вообще не рекомендую лучше поберечь борт что хотелось бы сказать еще про этот борт он стоит и не очень дорого и не очень дешево я думаю это золотая середина например мне здесь понравился вот этот вот дисплей на нем можно посмотреть заряд скейта мало того что есть виброотклик на пульте еще и здесь можно посмотреть заряд это очень удобно когда катаешься целом за свои деньги и со своими характеристиками скейт этот пушка а теперь переходим комплектации электро борда и что же у нас входит в комплектацию пульт до управления самим борда зарядное устройство задний габаритный фонарь встроенным аккумулятором также есть запасные клещи двухсторонней накладки они защищают места соприкосновения аккумулятора и доски резиновая защита на ноус и тейл и смотрится неплохо и защитить доску от ударов и повреждений два шестигранника один большой другой поменьше с запасными винтами и конечно скейту и можно затянуть подвеску или расслабить а также здесь приятным бонусом идут две запасные шины можно будет их надеть когда две другие станут непригодны когда только начинаешь интересоваться электроскейтами и пока еще не разбираешься в них но уже появился интерес к этому необычному транспорту приезжай к нам в шоу-рум в москве формат и наши ребята менеджеры подскажут тебе ты просто посмотришь на них ты во-первых сможешь прокатиться протестировать они помогут выбрать тебе ту модель которая действительно будет тебе по душе купить этот электроборд вы можете у нас на сайте мы продаем скейты с доставкой по москве московской области и по всей россии у нас большой выбор досок так что заходи к нам на сайт или приезжай в гости ссылка на армаборд жен 2 будет вот тут а ссылка на другие интересные лонгборды скейтборды будет в описании к видео можете зайти и ознакомиться с ними всем спасибо за просмотр пока а